И снова здравствуйте! Это был эфир с Константином Кокориным, моим любимым преподавателем по гипнозу и тренером и супервизором школы ПСИ-2.0. Спасибо, что были на эфире. Это было просто космос! Да, ожидаем. Надеюсь, Костя сейчас присоединится. У меня еще есть час, и мы можем продолжить тему. А с вами Анастасия Едарова. Супервизор проекта ПСИ-Эволюшн 3.0. Специалист восьми исследований в науке. Наука 2.0. Специалист по регенерации твердых тканей в том исследовании, которое уже наконец-то запустилось. Да, и, конечно, куратор миллионера в денежной игре с Евгением Ильи. Надеюсь, Костя сейчас присоединится. Да, привет. Привет всем, кто присоединяется. Да. Ой. Будет. Да, нас привет еще. Нас оборвали. Я просто отвык от того, что Инстаграма обрывает эфир, они, ну, два часа, по-моему, у всех уже идут спокойно. Мы же два часа еще не идем. У меня было какое-то время, но сейчас другие настройки. Понятно. Ну, ладно, давай продолжим. И этот момент... Вот здесь важный... Давай промажечок уже тогда, ну, будем там завершать какие-то моменты. Что я хотел еще? Еще. Ну, и, по сути, давай, наверное, цель, да, определим вот этой констелляции. И в каждой констелляции цель нам помогает понять, да, вот, в том, что с помощью вот этой эмоциональной отрешенности найти решение, ну, эмоциональная отрешенность найти решение. Где-то масломасленное получается. Без не включать эмоцию в оценку происходящего, просто тупо брать и делать, да, такое... На этом уровне разве есть оценка происходящего? Я и говорю, здесь как раз выключить эмоциональную оценку, да, просто мне нужно сделать, мне нужно просто действия совершать, но в отличие от констелляции паренхимы, когда я об этих действиях, я буду рассуждать, каким образом, какое действие лучше сделать, еще что-то. То есть здесь я не буду обсуждать действия. Здесь это вот такой военный режим, когда просто идешь и копаешь, да, то есть идешь, копаешь. Должно и будь что будет. Да, да, вот этих эмоций нет, там, ну, в психологии такой, психостейник такой, да, когда социальное становится, ну, по-другому воспринимается. И не важно, что человек, что обо мне при этом будут говорить. Да, вот такой момент. Не важно, что обо мне при этом говорят. Вот это тоже… Это социопатия? Есть вот этот оттенок, да, такой, именно через бегство, вот, ну, то есть про меня говорят гадости, что я там, ну, какой-то, а я никак. От меня эти слова отскакивают, как от стенки. Это именно, и в этом и есть суть защитного механизма – не воспринимать те стимулы, которые на меня воздействуют, чтобы пройти через этот опасный период. Понимаешь, в чем дело? Вот здесь, там даже написано, что, ну, отступить в состояние бесчувственности, чтобы предотвратить полное истощение. Потому что, если я нахожусь в такой ситуации, меня там поливают грязью, и я начинаю туда отвлекать свое внимание, я не могу, ну, какой-то работой заниматься. Вот это цель констелляции Можичковой. Ты сейчас сказал очень важную вещь про то, чтобы, ну, защитить то, что есть. Опять же, наложить такой сарквафаг и законсервировать какую-то ситуацию, и для этого тоже. И это отбрасывает меня к одному из исследований, в котором мы с гипотезой немножечко в тупике сейчас, где, как испытуемые, вот опытные, как назвать, те, кто принимают участие в России… Инвентарь. Да, любимые люди, которые согласились помочь науке. Вот заявляется одно, есть желание выйти из диагноза. Но, по сути, как будто констелляция включается, и главный вопрос не решается. И в ощущении, в многих специалистах есть, что… То есть всё делается, вся работа проделывается формально и на поверхности, а вглубь какой-то гипноз, взаимодействие, туда, где действительно что-то решается, туда нет допуска. И это про то, чтобы сохранить ту ситуацию. И есть ли способ взломать констелляцию мужичка? И есть ли вообще необходимость это делать? Потому как, ну, заявлено снять диагноз, но, по сути, если его снять, ломается вот всё то законсервированное. То есть у человека есть какой-то образ жизни. Ну, если взять совсем такой социопатический вариант, то человек привык, допустим, обжевать. Это уже неправое исследование. Да, и здесь как раз всё меняется. Ну, вопрос, ты же задаёшь, что они такие очень глобальные, философские, нужно ли там помогать или ещё что-то, да? Моя позиция такая, что если это касается родных, мы надавить, конечно же, не можем. Ну, в том плане, что как только мы создаём дискомфорт, и неважно в каком виде, да, там, родным, они начинают от нас защищаться. А любая защита не приведёт к решению, да? То есть любая защита будет усиливать ту симптоматику, которая есть. Вот этот момент опасный и безопасный, да? И, конечно же, здесь есть хороший элемент, почему я там говорю, изучайте гипноз, изучайте взаимодействие, коммуникацию с людьми, потому что вы можете в обычной жизни, видя, что естественным путём конфликтная интенсивность понижается у человека, он вдруг открылся, вдруг у него эмоция проявилась, да, там, по какому-то поводу. Мы можем это усиливать, закреплять, усиливать, учить этому состоянию, обращать внимание на это состояние каким-то образом. И, конечно же, решать их стоит, потому что мы же всё-таки не животные в этом плане, и в животном мире животное, которое не решило какую-то задачу, оно просто становится кормом для других. А мы всё-таки про человека, про родных, мы же не хотим скармливать своих родных другим, мы понимаем, что эта социализация тоже во многом зависит и от нашей коммуникации. Поэтому можно взломать, да, ну, здесь слово взломать нет, можно создать условия, когда такого рода защите нет необходимости. Ну, я здесь слово взлом использовала именно потому, что такое впечатление, что запрос идёт отсюда, из головы, из эктодермального, ну, из силового вещества, а вся психика и всё тело против. Да, и здесь именно про взлом пойдёт, потому что если мы, ну, мы же туда прицеливаемся, на работу в психике, и нас оттуда, понятное дело, выбрасывает, потому что запрос как будто ощущается как либо надуманное, либо внушение, научение. Кто-то научил желать вот этого. Да, но здесь важно понимать, что вот чем отличается там та же констелляция от конфликта. И здесь мы же не говорим, просто есть ещё один такой, ну, отчасти миф, ну, просто не совсем корректная постановка вопроса, что констелляция — это там всегда про психозы или там психотические какие-то состояния. Это же не так, там, ну, часть психозов, когда сверхинтенсивные конфликты. Все психозы — это констелляции, все психозы — это констелляции, но не каждая констелляция — это психоз. Да, вот это важно понимать. И когда мы говорим о том, что как только мы понижаем интенсивность вот этой защитной реакции, либо создаём условия, здесь почему важно разбираться, да, то есть человек по каким-то причинам там не может кусок получить, да, там можно это организовать, ну, то есть помочь ему во взаимодействии реализовать эту задачу. Он его получил, там, и для него ушла конфликтная составляющая. Он от кого-то защищается, ну, от каких-то внешних воздействий защищается. Мы можем создать условия, что там, ну, мы там поддерживаем, особенно если там это у детишек или ещё что-то, мы поддерживаем, мы даём там право на ошибку, мы даём выбор, там, ещё что-то. Мы усиливаем какую-то составляющую, и опять же эта конфликтная составляющая исчезает. Человек, оп, и осознал, что можно по-другому. Как только он осознал, что можно по-другому, у него ресурс появился, он стал по-другому смотреть на этот мир, и, ну, вот здесь и появляется. Не мы же его лечим, ему важно это увидеть. Проблема констелляции в большинстве случаев стоит в одном – они изнутри не видят, что это для них ущербно. Ну, ущербно в каком плане? Что, ну, они проигрывают конкуренцию. Потому что в природе это же механизмы выживания и конкуренции. Да, если мы там сейчас про территориальную зону будем говорить, там вопрос именно, ну, иерархии такой социальной будет устанавливаться. Поэтому, конечно, я считаю, что, да, условия давать… Где-то физические возможности развивают, где-то показывают, где-то внушения, где-то вот эта коммуникация. Я почему говорю о внушениях так, ну, и всех призываю, конечно, гипноз изучать во всех его проявлениях. Почему? Потому что вот если просто ходить к терапевту, то мы придём, и человек вот с такой, допустим, задачей, он будет там защищаться. Да, всё нормально у меня, всё хорошо у меня, да, вообще, особенно бывает там с подростками, работаешь, как там с мамой, папа, да, всё хорошо. Да, всё хорошо. Это не решится то, что есть в древней церкви. Нет стимула внутреннего решать эту задачу. Ну, а что, ну, у меня ровно всё. Ровно, мне ничего не интересно, у меня вот так, ну, а и что, ну, вы поговорите, вы же умный там, вы сидите, ну, поговорите. Я пойду дальше, галочку поставлю, что да, я был. Он не видит изнутри преимуществ по-другому и ущерба от этого не видит. И, конечно, здесь, ну, родные могут быть гораздо эффективнее терапевта. Почему? Потому что, ну, дома он не защищается, дома у него есть эмоции, дома у него есть какие-то интересы, игра есть, ещё что-то. И мы там можем точечно воздействовать. Почему и нужно изучать эту коммуникацию? Потому что не всегда специалист. Как раз увидеть новые варианты, что, ух ты, а можно по-другому. Можно как раз из состояния безопасности, когда дома на какой-то момент становится безопасно. То, что ты говорил когда-то, что навыки лучше наращивать в спокойные моменты, чтобы когда уже констелляция либо конфликт выпадает, каждый из нас попадая в конфликт на уровень навыков. И круто, если вы в период спокойствия этот навык да, да. Каждый год будет попадать всё на более и более крутые навыки. Это о том, что, ну, я смеюсь над этой фразой, ну, как бы фраза хорошая очень, что старую, ой, новую работу нужно искать, когда на старой всё хорошо, да. То есть, когда у тебя есть такой баланс, ты можешь что-то делать, развивать навыки, потом, да, в конфликтной ситуации ты падаешь на уровень навыков, но они уже выше стали, да, то есть ты уже не так глубоко проваливаешься. И вот здесь этот момент очень важный, да. Дома мы можем точечно, точечно, точечно воздействовать на эти моменты. Да, это не всегда быстро, важно понимать, что это не всегда быстро, но это бывает гораздо эффективнее работать со специалистом. Вот. Давай пойдём дальше, про мужичок мы вроде рассказали, ну, там, про... Давай для констелляции паренхима пойдём, да, и потом, ну, сколько успеем, про территориальные зоны тоже поговорим. Давай попробую вставить небольшой промежуточный вопрос, можно ли избежать констелирования? Или каждый ребёнок получит ряд констелляций? Как ты считаешь? Ну, здесь в вопросе, наверное, подвох есть небольшой, в том плане, можно ли избежать определённой констелляции? то есть, можно ли избежать, что вот ты кладёшь печенье в рот, у тебя слюна не выделяется? Нереально. Да, или там, не знаю, вот ты целый день там шла по пустыне, и ты не хочешь пить, да? Ну, невозможно избежать там запуска какой-то реакции, но у нас есть несколько возможностей интенсивно, не зависать в этом, интенсивность не должна превышать физиологической нормы, и понятно, что любой физиологический процесс тоже двухфазность проявляет, но это не двухфазность, запускаемая очагом Хаммера, это просто физиология, если мы в пределах физиологии находимся. И, конечно же, чем более мы самостоятельные, развитые, независимые, ресурсные, еще что-то, и вот эти базовые конфликты, кусковые и пассивные защиты, они, конечно, больше у детишек проявляются, чем у взрослых, ну, у взрослых там по конкретным ситуациям, а у детишек причин их может быть гораздо больше, потому что социальные вещи для них могут быть менее востребованными. Но избежать этого нельзя, и мы не можем предугадать, какие они будут, да, то есть определенная ситуация не означает определенной симптоматики возникшей, да, там, если такое произошло. И это потому что многие интересуются, как порешать все мои констелляции, как от них избавиться, и бегают от них, как черт отладана. Но это то же самое, что бегать от конфликтной реакции, да, вот мы услышали плохую новость, и мы там на нее отреагировали. При каких условиях мы не будем реагировать? Если этих ситуаций очень много, мы можем провалиться в констелляцию мужичка, да, я хочу отстраниться от новостей, от истории там, того, что происходит сейчас в мире, уйти в эту пассивную защиту, более того, я буду стимулировать себя еще на такую констелляцию, да, то есть, но попав в нее... Есть еще вариант буддизм, когда все, что не происходит... А знаешь, мне кажется, что вот у половины тех, кто буддизм исповедует, у них как раз констелляция мужичка и есть, да, то есть, такие дзен-буддизм, да, такой, а мне пофиг, что происходит, мне по барабану, что происходит, и мне все равно, что обо мне говорят. Как раз вот если фоновое состояние кайф, экстаз от всего, что происходит, и на это, как на холст, любая эмоция накладывается дополнительным слоем, подкрашивая его, эмоция проходит, а холст остается. Вот это уже, наверное, к состоянию буддизма. Ну, да, к состоянию дзена, да, ну, какого-то просветленного состояния. Но я говорю, большинство, вот то, что я замечаю, это, скорее всего, наоборот, такая отстраненность, ну, бегство, как монастырь. Ну, бегут же там люди, да, в монастыре живут, и, по сути, они конфликт не решают, просто живут за забором. Вот мужичок – это такой забор как раз, да, то есть я его могу наращивать. И более того, там, эзотерики, там, ну, в смысле, я не сейчас не про то, что эзотерика хорошая или плохая, я к тому, что какое-то направление может как раз стимулировать. Мне все равно, что обо мне думают. эзотерика защищенную, такую группу, в которой вроде как все свои. Вот там спрашивают, как выглядит человек без констелляции, я думаю, что в современном мире, ну, таких нет, просто важно понимать, что вот здесь, наверное, об этом тоже важно сказать. Я сказал, что мы сейчас позапускаем симптомы нашим слушателям, и они потом протекли. Да, протекли. Деление констелляции – это гениальность, поэтому насыпай. Ох, не знаю, я бы не согласился с таким определением, но пусть будет. Смотри, просто, во-первых, реакция на какую-то ситуацию, она может быть, ну, то есть, я когда-то попал в ситуацию, она, ну, там включилась у меня, это реле, там очаг хаммера образовался, и я в жизни там потом не попадаю, да, и периодически там один симптом, другой симптом. Для того, чтобы образовалась констелляция, оба конфликта должны быть активны. Но я, по сути, свою жизнь же организую так, чтобы конфликтов избегать. И вот этот сам момент проявления констелляции, он это не постоянная величина, да, то есть, она может при каких-то условиях проявиться, и это может быть временно, это может быть не очень интенсивно, мы можем даже на это не обратить внимание, но если это начинает мешать нашей жизни, конечно же, стоит поискать, каким образом. Но по сути, констелляция, это же бывает и неплохо, да, в том плане, что это помогает мне быть лучшим в своей профессии, быть социализированным, потому что я могу решать задачи без эмоций. Поставили задачу, я ее решил. Поставили задачу, я ее решил. Поставили, я ее решил, да. карьеристы, или там чиновники наши, да, которые, да, им все равно, что там, ну, 30 миллионов человек умрет, Чубайс, да, у нас, явная же констелляция, ну, и плюс там его свои моменты, и вопросы, да, это же хороший, может быть, фактор для социального успеха, и вот здесь, вот этот баланс, социальный успех, личное счастье, радость, удовлетворенность жизнью, здоровье, в общем понимании, кто что выбирает, и, конечно же, все, ну, весь окружающий мир будет делать все для того, чтобы ты не выбирал то, что мешает остальным, потому что все, ну, цель психодинамики – съесть соседа. Я в пару вступаю для того, чтобы у меня еда была под боком, да, ну, потому что время голодное наступит, я съем кого-нибудь. Я шучу, конечно, но, этот оттенок, этот оттенок тоже бывает. Да, может, конечно, и так. Да, поэтому не стоит бояться констелляции, стоит, ну, на жизнь смотреть чуть шире и решать те задачи, которые мешают вам по жизни. Именно поэтому же точки зрения людей влияют. Но один говорит, ну, как, а как вот, если у тебя Бентли нет, ты вообще никто. Второй говорит, да я капусту свою там выращиваю, сижу у себя на участочке, да мне вообще все равно, что там в мире происходит. Да, кто из них прав? Да, каждый по-своему прав, да, правда своя. Комфортно, да, комфортно обоим, ну, и классно. Важно понимать, что когда это либо вызывает уже состояние асоциальности, невозможности коммуникации, ну, вот у детишек, там, тяжелая симптоматика или еще что-то, тогда их надо решать. Либо, когда это уже мешает, ну, нормальному функционированию там жизни, да, там, не знаю, какая-нибудь фобия, какая-нибудь там, не знаю, аддикция возникает, да, на этом фоне там, нимфомания, допустим, там, или еще что-то. Состоянием отношений. Да. Именно то, что мешает. Я констелляцию сравниваю с конем, на котором скачешь сам, когда ты понял ту силу, которую это может давать. Конечно же, это только констелляция коры. Да, ты про кору говоришь, просто вот здесь важно это делить. Ты говоришь про кору. У кора очень хороший социальный, ну, ориентированный такой момент. А констелляция для ствола или для мозжечка, ну, мозжечок, он более социальный в этом плане, а вот этот ствол, это вопрос, да, когда человек такой, все, меня ничего не интересует, я из дома выйти не могу, я хлам несу весь домой, да, там я, ну, в каком-то, вот, но я от дома на 200 метров отойти не могу. Не, не, не всегда это хорошо. Не всегда. Не конь, это явно не конь. Есть адаптация, и вот как раз, прям серия программ была, ТЛС, по-моему, помешанная на чистоте, там показывали близняшек, которые захламили свой дом. Им 50 плюс лет, выглядят на 13, и горы хлама, и они в этом живут. И вот вопрос, казалось бы, к постменопаузе констилляция должна была решиться, но это явно констилляция собирательных трубочек почек. Не явно. Не явно. Потому что именно хлам, а не коллекционирование. Не явно, потому что там может быть еще констилляция, констилляция. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. У меня... Возможно, мифы констилляции. Допустим, при полете может такое быть, флайеры, ну, они их же отмечают, да, там, они такие беспорядочные и неопрятные, да? То есть... Знакомый флайер. Да, вот про это. И синдром Месси такой есть, да, когда они, ну, вот этот беспорядок, они беспорядок создают, потому что собирательные трубочки почек у них накопить, сохранить то, что когда-то тебе помогло, и там вот именно, может быть, там, ну, какие-то... это такое собирательство больше, ну, то есть... Собирательство... Потому что несколько купленных похожих предметов там было. Да, именно как ресурс. А вот беспорядок, ну, собирательство, всё в дом, да, такое отстранённость посмотреть на это, это вот скорее будет флайер. Да, поэтому... И понятно, что они могут сочетаться. Просто мы думаем, что что-то одно может быть. Да, может сочетаться, потому что от этого не защитишь. Мы опять начинаем какие-то чуть в сторону уходить. Давай... Я за структуру, да, для того, чтобы люди смогли хоть какое-то представление. Наконец-то... Наконец-то... Да, про паренхему. Давай попробуем поговорить. Смотри, что может характеризовать констелляции паренхемы, да, там... Ну, вот есть этот термин, там, мания величия, на самом деле, в психиатрии это бред величия, да, мания величия нет. Но здесь мы будем говорить о мании величия как о маниином состоянии для достигаторства, да, то есть такая мегаломания называется увеличение через свои размеры или там силу или через действие конкретное получение результата, да, ну, такой классический пример Шварценеггер, да, то есть этот... либо люди, которые... ну, там, конфликт, допустим, там, у мужчины для яичек, для яичек, да, и он будет хвастаться своими сексуальными успехами, что у него там было огромное количество там женщин или еще что-то, не констелляция Казановы, где ему все время будет хотеться это стимулировать, делать, ему не столько само действие будет нужно, сколько стимуляция к этому действию, да, то есть соблазнить, там, не знаю, там, хвост распушить, а... В целом для этих действий будет как раз такое дай мне свое внимание. Ну, для территориальных зон ты имеешь в виду. Нет, для паранхимии, для паранхимии, ведь вот это вот раздувание дай мне свое внимание, у меня было столько женщин, я претендую на твое внимание, пантрит, туда же, ну, в том плане, что да, меня должны признать лучшим, сравнение всегда есть, там не важно сравнение в большей степени, там важно именно, ну, получить, потому что я по-другому не могу, это такой механизм реализации задачи, а здесь именно, да, оценить, чтобы меня оценили, но и при этом совершить действие и оценка, вот такое величие, величие действия и оценка, вот этот момент там паранхиму характеризует, и отсутствие сдержанности, да, в действиях, это вот, ну, люди такие, которые вижу цель, не вижу препятствий, да, то есть они понимают, что они могут, в отличие от мозжечка, который не понимает, что они могут кому-то больно сделать, решая задачу, здесь они понимают, то есть они пойдут по головам, понимая, что они идут по головам, но они пойдут, да, вот такой момент, это отличительная черта одной и другой констелляции. Мозжечка, это про алекситимию, неспособность распознавать свои эмоции, соответственно, и эмоции, да, здесь это как раз, ну, такая опция есть, но внимание не на ней, наплевать, наплевать на эмоции другого человека, да, это вот такой момент, и, грубо говоря, каждый раз, как последний, да, то есть как, ну, вот, все, каждый раз, я выхожу на помост, я должна сделать там, почему спортсмены, да, вот этот момент соревновательности там включается. Сюда мы относим нарциссизм? Что? Сюда мы относим нарциссизм? Ну, какой-то его оттенок можно, да, опять же, здесь, что считать нарциссизмом, если просто самолюбование, это, скорее всего, все-таки территориальные какие-то моменты будут, а если с действием связано, то, если действие включено, то, скорее всего, конечно, конфликт для паренхима. И, вот здесь очень важный момент, вот это отличие, здесь, одиночного конфликта от констелляции, что, одиночный конфликт будет давать отсутствие интереса к чему-то, да, то есть, такая попытка обесценить это, а констелляция будет направлять этот интерес в эту зону. То есть, вот эти клиенты, если мы там говорим про терапевтические оттенки, они будут все время крутиться вокруг вот этого своего достигаторства. Неважно, это деньги, это успех какой-то социальный, это спорт, это там, ну, еще какие-то достижения, они будут говорить только в эту, ну, в этой зоне конфликтной. Это вот, ну, прям такой показатель. Если мажечок, наоборот, он эту зону конфликтную вообще не видит, то здесь он только ее видит. Вот, это очень важный момент. Ну, и чем сильнее констелляция, тем уже эта зона. Мотивация делать, да, здесь такая, ну, вот, нужно что-то делать, нужно делать, да, вот именно через действие такое, одержимости разного рода, да, здесь возникает одержимость, там, идеи, там, захватить мир, не привлекая внимания санитаров, там, еще что-нибудь, это вот сюда. Контроль? Чего? Сюда же еще контроль. Домашние тиранчики и такие, сокер-мам, мама, которая водит своего ребенка по всем подряд тренировкам. Опять же, для того, чтобы дочь достигла каких-то там успехов, которых она вот валериной не стала. Скажем. Ну, смотри, я бы так не совсем, наверное, корректно. Опять же, если у ребенка есть констелляция в этой зоне, то он сам будет туда стремиться идти. Сейчас она про маму, а ее молодые дети. А, да, да, в этом плане, да. Вот. И виды спорта, они могут как раз показывать, там, ну, иногда такое тоже можно использовать, там, конфликты, там, для плеч, да, там, и что я буду там, я буду хотеть двигать этой зоной, там, пойду в плавание какой-нибудь, да, конфликты, там, не знаю, для ног, да, там, беспокойные ноги, да, там, то, что называется, по сути, что же, констелляция, но я там бегаю, и я реализую двигательную вот эту мотивацию свою, там, в каком-то виде спорта, да, там, я бегаю, я, там, на лыжах катаюсь, я плаваю, я, там, прыгаю, еще что-нибудь. Вот эту зону... Можно назвать сублимацией, потому что в ней выделяется много, привязать динамо-машину к ноге и поставить на службу человечеству. Да, именно так, именно сублимация такая, ну, в психологическом плане, это как раз про вот это. И что-то еще я выписывал. Да, ну, характерные моменты, что действия присутствуют, мания присутствуют, об этом говорят, и вот такие, ну, моменты там, праведного гнева, да, то есть, ну, там есть эмоция всегда, что, что там нужно, нужно вот эти моменты делать. И важное отличие констелляции для паренхима, она не завершается после конфликтолиза, то есть, в фазе восстановления констелляция продолжает быть активной, человек меняется немножко эмоциональная составляющая, здесь, ну, такой страх, ну, или напряжение, а здесь удовольствие и, ну, кайфушка такая от получения, да, в фазе восстановления. Но после конфликтолиза действия констелляции не прекращаются, а вот для других констелляций после конфликтолиза действия констелляции прекращаются, то есть, если один конфликт решен или не активен в данный момент, констелляции не будет, а вот здесь она будет все равно, даже если, ну, если она образовалась, то она образовалась и достаточно долго может быть. На всю жизнь. Единственное, что может измениться, я так понимаю, только отношение к своему достижению, что вот, вот мой пик, и я им буду дальше гордиться. гуку, ну, ну, такое удовольствие, я продолжаю заниматься этим видом спорта, но уже из, то есть, я пика достиг, конфликт решил, конфликтов наступил, конфликт, ну, в смысле, программа не завершилась, завершение конфликта не означает завершение программы, да, И здесь я продолжаю заниматься этим видом спорта, я не пытаюсь добиться этих уже успехов, но я все равно прикладываю тогда свое внимание. Я не могу бросить этот вид спорта или что-то такое. Это вот такая отличительная черта. Если мы говорим о каких-то планах, там же может быть яички или яичники, то есть такая мезодермальная составляющая репродуктивной сферы, в отличие от территориальных моментов, где эти конфликты не включены. Там, где будет конфликта утраты. Да, это утраты, потери, самообесценивание какого-то. То там я буду этим заниматься, я буду пытаться оплодотворить всех самок вокруг, а самка будет пытаться восполнить эту утрату, рожать, еще какие-то моменты. И чем больше, тем больше она будет этим гордиться. Да, это сейчас не безоценочный момент, это просто описание, как мозг будет при этом думать. Это вот что касается паренхимы, и там действия всегда есть. Не просто мысли, не просто витание в облаках или не просто получил и все, успокоился. А мне нужно делать, повторять действия, все мысли будут крутиться вокруг этого. При этом, при том, что есть действия, как там в чувствах? У меня сложилось такое впечатление, как будто вместо чувств там контроль. И самое лучшее чувство для этих людей — это знание и контроль. И знание как контролировать? Ну, наверное, все-таки, ну, контроль в плане оценка, достиг я или нет. Да, то есть все время вот этот анализ, до планки, до уровня я добиваю, ну, получил я этот уровень или не достиг еще? То есть первое место у меня или все-таки оно второе? Вот этот момент в плане контроля, я думаю, что да, ну, вот на него стоит смотреть там. Но это же распространяется на домашних. Они же как раз знают, как правильно мыть посуду и не контролируют, чтобы остальные это сделали. То есть поведенческий такой эмоциональный момент, и там не столько эмоций, сколько вот проверка. Да, эмоции на втором плане, но они не отсутствуют там, в отличие вот от мужичка, где они отсутствуют. Да, здесь они не отсутствуют, вот здесь они именно, ну, включены. То есть я эмоцию получаю, когда я проконтролировал и увидел результат. И тогда у меня включаются эмоции, я удовлетворен. В этом плане да. И еще один такой момент про газлайтинг. такое явление, когда один человек провоцирует у другого низкую самооценку. Вот здесь такое поведение может включаться, или это тоже корректно? Потому как здесь, здесь же двойной конфликт самооценки. И ежели я в этом, то поведенческое… Здесь я думаю, что все-таки это не про констелляцию. Если констелляцию мы говорим, именно вот в этом контексте, то я не буду… Я как раз не буду обращать внимание, что у другого другой неуспешен. Я не буду это стимулировать. А вот если одиночный конфликт, вполне возможно, да, я там буду стимулировать, чтобы интенсивность своего конфликта понизить. И там я могу как раз тыкать в больное место для меня, ну, другого человека. Если там, ну, каким-то образом пересекаемся, то это может проявляться. Вот газлайтинг, я думаю, что это все-таки про одиночный конфликт. Ну, если я контролирую, чтобы ты не влез на мое первое место, там это будет газлайтинг. Ну, в такой трактовке, да, вероятно, можно об этом говорить. Ну, надо все-таки такой более необобщенный пример, какой-то конкретный смотреть. Ну, да, в такой трактовке может быть. В такой трактовке может быть. Эктодерма? Ну, эктодерма. Давай эктодерму. И там тоже стоит разделить вот территориальные зоны височные, а там есть же еще двигательные, сенсорные моменты. Давай про сенсорные несколько слов скажем, потому что они... Всегда меньше всего достается внимания. Давай про сенсорные. Ну, на самом деле, сенсорные констелляции, то, что в таком классическом виде возникают, это галлюцинации. Да, это что? Это слуховые, обонятельные... Гипноз в чистом виде, да, то, что я говорю. Слуховые, обонятельные, тактильные, вкусовые, зрительные галлюцинации. Галлюцинации будут относиться именно к констелляциям коры. Голоса, которые я слышу, плотности, которые там я людей измеряю в плотностях, там, не знаю, с арктурианцами разговариваю, выход из тела, там, какие-то моменты. Вот это, скорее всего, будут вот какие-то сенсорные моменты включены. Они могут быть там и для территориальных зон, да, вот выход из тела, флайер, допустим. Но если присутствует галлюцинация при этом, а мы же понимаем, что как только человек увидел, он уже развидеть это не может, да, то есть это будет всегда говорить про сенсорные галлюцинации и паранойные, такие параноидальные состояния тоже будут относиться к сенсорным зонам, но в плане зрительной коры, да, то есть я вижу то, что не видят другие. И не всегда это как образ. Это чаще всего я представляю, что вот здесь, в этом углу, живет там дух какой-нибудь, да, или там я рядом прихожу на кладбище и вижу там души умерших, или еще что-нибудь. Вот это как раз будет относиться к сенсорной коре, что там. Чаще всего, чаще всего это такое, там два момента, либо такой надвигающийся страх, от которого я не могу увидеть, и, ну, если там зрительные моменты мы включаем, да, я не могу увидеть, но вокруг опасность. И второй момент – это конфликты разделения, когда я очень хочу почувствовать, у меня не получается. Допустим, там, не знаю, у женщины умер супруг, она ложится там, ну, в постель свою, в которой она спала с там супругом, и она чувствует его объятие, да, тактильная галлюцинация, которая возникает. Именно такой двойной конфликт разделения. Или там мужчина в аварии потерял там супругу и ребенка, или, допустим, развелись они, не потерял он. Развелись, и супругу потерял, и ребенок стал жить с мамой, он его не видит. Двойной конфликт разделения, и он, допустим, вечерами слышит голос ребенка, да, такая звуковая галлюцинация. И это вот прям, ну, галлюцинация – это прям характерная такая сторона именно сенсорных констелляций, потому что если одиночные моменты, вот там важно понимать, что одиночный конфликт для сенсорики будет давать временное понижение функции, да, то есть я хуже слышу, я там что-то не чувствую, не чувствителен стал там тактильно, я запахи, да, вот в наше время это популярный запрос, запахи у меня там я хуже чувствую. И важно понимать, что если это одиночный конфликт, я часть какой-то запахов хуже, там сенсорикой хуже чувствую, там если это справа или слева реле. Если это констелляция, я вижу, я чувствую галлюцинации, вижу там, чувствую их, а если один из конфликтов завершился, а один остался активным, то будет такое общее выпадение функции, да, то есть я с одной стороны не слышу, потому что там активный конфликт, допустим, правым ухом я не могу там что-то услышать, а в левом ухе у меня будет выпадение слуха за счет отека в реле, отек в реле тоже дает время на понижение функций. Поэтому там важно оценивать эти моменты, потому что очень часто путают тинитус, какие-то обонятельные галлюцинации, еще что-то. Важно очень смотреть, как происходит, происходит ли для одной зоны, происходит ли для двух, и есть ли галлюцинация, возникает ли какая-то такого рода симптоматика, потому что мы не можем сказать, без очагов Хаммера, без снимка КТ, не можем сказать, где. И это вот, галлюцинация, это, наверное, явный признак именно констелляции для сенсорной коры. Если кто-то увлекается этими моментами, мы же понимаем, что их можно стимулировать, то есть это препараты, это сознательная активация этой зоны, то есть тренировка, я вхожу в это измененное состояние сознания для того, чтобы получить эту галлюцинацию, по сути, мы просто очаг, якорим ее на что-то, и очаг этот возбуждается с помощью именно якоря, обстановка, ритуал, продукты, человек, слова, закодированное. Это важно понимать. Но как только галлюцинации возникают, это констелляция для сенсорной коры, это признак ее. Это не хорошо и не плохо, и сейчас не к тому, чтобы люди начали опять бояться каких-то своих экспериментов духовных, но важно понимать, что это такое состояние. Можно сказать, что синестезия, состояние, когда звуки различаются например, как цвета или как запахи, это тоже констелляция сенсорной коры. Это констелляция сенсорной коры, скорее всего, в сочетании с территориальными зонами. То есть я свое тело воспринимаю достаточно независимым от себя, и при этом синестезия у меня есть, полная или неполная, частичная, но это сочетание двух констелляций, поскольку зоны там будут где-то пересекаться, скорее всего, я думаю, что это и до сенсорной, и до территориальных зон будет. Более того, территориальные зоны же, они, ну, мы же сейчас знаем чуть больше, чем Хаммер знал, мы же понимаем, что это такие полевые процессы, ну, полевые в каком плане, поле создается, да, то есть один очаг, мы его активируем своими действиями, и генерализация такая происходит, поле возникает, да, и вот это может тоже включать эти очаги и состояние может нарастать, да, то есть человек, почему, я чем больше практикую, тем лучше я вижу там духов, ну, потому что. Навык, который нарабатывается. Да, ну, просто важно понимать, что это именно вот, ну, ну, такое состояние. Отстелляция икоры можно считать эволюционным достижением? ну, по большому счёту, ну, ты имеешь в виду, хорошо это для человека или плохо? То есть это высший человек человеку. И я тебя прослушал, мы вместе говорим, я тебя не слышу. Как поставить на службу человечеству и конкретному человеку в этом плане? Ну, на службу человечеству, если есть какой-то кукловод, он, конечно, может это стимулировать и этих людей отбирать и стимулировать. Собственно, в древней мезодерме, максимум в новой мезодерме, констелированный таким мезодерме отбирать, но не в эктодерме. Почему? Как раз в эктодерме, потому что там очень сильный сознательный элемент включён, и вторая сигнальная система прям нас опять сейчас скоро уже отключат, мы с тобой не дошли и до середины, но я уже не смогу продолжать, к сожалению, дальше. Вопрос такой, я думаю, что как раз именно территориальные зоны можно ставить человека в определённые условия и стимулировать для того, чтобы человек вот территориальные зоны это такая социальная иерархия, и в плане управления, конечно, их легче стимулировать, а в плане эволюционного развития констелированный человек, конечно же, ограничен, но опять, вот мы же там то есть снова генератором, да, и мания, и депрессия, и пока человек находится в депрессии, в подавленном состоянии, в бездействии, в состоянии, да, это не обязательно прям депрессивное состояние, это минимум действия, но как только мания, это как раз возможность через поведение выйти, когда, ну, возможно, чуть компульсивное действие, но вынесут совсем к новым результатам, к новым горизонтам, и если констелляция тогда выключится, человек увидит, ух ты, как я умею. Здесь есть два аспекта, здесь есть два аспекта, то есть констеллированный человек не видит в этом проблемы, да, то есть когда два конфликта активны, я считаю, что вот этот туннель, это единственный способ решить эту задачу, я все внимание туда прикладываю. И с точки зрения внешнего воздействия мы можем эту ситуацию какой-то, ну, там, с какими-то целями усиливать, во-первых, констелляция коры, чем хороша, не растут, не растет масса конфликта, человек в этой констелляции может жить, ну, всю свою жизнь, да, а более того, если там это постморталка, он разрешил ее, там, если это было очень долго, да, там, и не пережил эпикризис. Это первый момент. А второй момент, ты все-таки, наверное, говоришь о одиночном конфликте, и стоит ли его, ну, то есть, мы про манию, про депрессию, там, если мы говорим, да, потому что про правила весов, и про констелляцию, констелляция, ну, на мой взгляд, это плохо, да, вот в этом плане, это такая, ты попадаешь в как раз то, что называется матрицей, да, то есть, ты попадаешь в какую-то ячейку этой матрицы социальной, ты не видишь, что можно по-другому, и для человека это нехорошо, а для окружающих это может быть очень хорошо, потому что он становится для них кормом, поэтому, конечно же, стоит типирование и предсказуемость поведения, да, и управление с помощью этого, удержание, стимулирование какого-то конфликта, который будет оставлять человека в этом типе поведения, в этом типе реакции. И определенное количество повторений и наблюдательности мы замечаем дежавю, те же грябли, и наконец начинаем догадываться, что что-то происходит иначе, всегда же выход есть. Ну да, красная или синяя таблетка, да, там какую, какую выберешь? Вот. Синяя таблетки в зуму, я же хакер. Да, хорошо, я даже не знаю, там сколько там времени у нас осталось, наверное, пару минут? Четыре. Я думаю, что территориальная констелляция, хотя вопросы все были заданы по территориальным констелляциям, мы их так и не осветили, эта тема огромная. Там, может быть, вопросы какие-то были, давай вот из того, что ты писала, может быть, что-то попробуем быстро ответить и уже завершать будем. Ну, давай попробуем коротко, что происходит с гормонами при констелляциях коры? Именно в веснах, наверное? по большому счёту, да, там важно посмотреть, что у нас влияет, левша или правша человек, его гормональный статус в текущий момент, когда конфликтная ситуация происходит, и был ли предыдущий конфликт у него. Поэтому два основных момента, на которые мы вынуждены обращать внимание, это если мужская зона, правая, так называемая, перекрыта, уровень тестостерона понижается и у мужчин и женщин, а по отношению к эстрогену, да, то есть относительно тестостерона эстрогена становится больше, мужчина становится более женственным, таким мягким, менее агрессивным, а женщина становится более действенна, но не женственна, да, вот здесь более действенна такая, ну, более активная, манийная такая А если левая сторона перекрывается, соответственно, у этой эстрогеновой зоны эстроген понижается, я неправильно сказал, да, то есть если правая зона перекрыта, эстроген повышается по отношению к тестостерону, вот там сотрите то, что там было написано, сказано. Если правая сторона перекрывается, тестостерон понижается, эстроген повышается, женщина становится более женственной, а мужчина менее агрессивным. Если левая сторона перекрывается, то, соответственно, мужчина становится более агрессивным, такое расширение, а женщина просто динамичное состояние проявляется. Но здесь важно, левша или правша. Почему? Потому что первый или второй конфликт бьёт в разные стороны. У мужчины правши, мужчина правша и женщина правша считаются условно нормальными. То есть мужчина правша первый конфликт получает в мужскую зону, женщина правша первый конфликт получает в территориальную женскую зону. У левши с точностью наоборот. Поэтому при первом конфликте мужчина-левша становится более мужественным, в этом плане более агрессивный и более достигающий целей. А мужчина правша становится депрессивным. У женщин женщина-левша становится более женственной, но при этом немножко депрессивной. То есть она свою женственность, вот эту девочковость, не знаю, как сказать, женственность проявляет пассивным образом. Она становится плавная, мягкая, ещё более, девочка-девочка такая, но при этом не проявляет активность. Вот этот момент очень важно учиться замечать, потому что вот эта сексуальная характеристика нам часто может показать со стороны, в каком конфликте человек находится. И важно понимать, что если мужчина правша находится в конфликте для мужской зоны, его стимулировать внешними факторами, скорее всего, не получится, он будет уходить ещё в более депрессивное состояние. А мужчина-левша, наоборот, при конфликте территориальном, он будет добиваться своей цели, он будет такой, ну, более, вот его можно стимулировать. Это в воспитании, допустим, важно понимать, потому что если там сынишки есть, да, один будет уходить ещё в более подавленное состояние, другой, наоборот, да, давай ещё чего-нибудь, да, давай захватим всю планету. Вот. А у женщин, соответственно, у женщины правши, она будет активна, но такая, не направлена на сексуальное привлечение партнёров, да, там, на действия, там, достигаторство может включиться, кариевизм или, ну, какие-то такие оттенки. А девочка там левша при первом территориальном конфликте будет, ну, такое, я просто красавица, и всё у меня хорошо, дайте мне всё со стороны, а я ничего при этом делать не хочу. Да, и вот здесь как стимулировать, это важно понимать. Да, но в общем плане, если мы говорим про гормоны, то нам важно понять один простой момент. Блокировка территориальных зон приводит к тому, ну, стимулирует нас определённым образом коммуникацию выстраивать, и через эту коммуникацию занимать определённое место иерархии, там, социальной. И нам важно это иногда увидеть для того, чтобы создать условия, чтобы это конфликтное состояние было минимальным. Тогда человек может выпрыгнуть там, ну, и чего-то в жизни, ну, там, проявить себя, потому что пока он в этом состоянии находится, он этого сам не видит. Вот об этом нужно знать, и по идее это такой баланс тестостерон, эстроген, ну, и, соответственно, между ними отношение какое-то. Как в этом вписывается адреналин, норадреналин? Это не в этом, наверное, вписывается, а попутные какие-то задачи, которые возникают, то есть я оказываюсь в ситуации, когда я должен, загнан в угол обстоятельствами, и у меня могут там включиться, допустим, наточечники, и там будет адреналин или кортизол, допустим, да, то есть там кора или паренхима, да, и это всё-таки не к территориальным зонам, это к ситуации. Обстоятельства, которые меня загоняют, будут менять гормональный фон, потому что эстроген же может повыситься и за счёт конфликта утраты, ну, то есть сначала некроз яичника, да, активная фаза конфликта, потом киста яичника, эстроген повышенный, не относится к территориальным зонам. Поэтому, по сути, конфликт территориальных зон влияет только на одно, я смотрю на мир по-мужски или по-женски, ну, такое, и с пассивной составляющей или с активной отключают. Да, спасибо огромное, Костя, за то, что согласился прийти и поучаствовать. Константин Кокорин, огромное благодарность. Всё.